Из глубины веков изображают на полотнах художники. Литература о боли обширна и полна противоречий. С одной стороны боль предупреждает об опасности, являясь защитной реакцией организма. С другой сильная неустраненная боль сама по себе является повреждающим фактором. Родовая боль является единственной сопровождающей физиологический процесс. Степень восприятия болевых ощущений у роженец различна. Некоторые испытывают сильные боли, и в то же время около 20% женщин рожают почти безболезненно. Боль состоит из двух компонентов анатомофизиологического и нервно-психического. Плодный пузырь и предлежащая головка раздражают интеррецепторы нижнего сегмента и шейки матки. Шейка сглаживается, маточный зев раскрывается. Болевые импульсы через маточное сплетение и крестцовые нервы поступают в спинной мозг, подкорковые центры и кору головного мозга, где образуется болевой очаг раздражения. Поток болевых импульсов вызывает в организме ряд разнообразных и характерных сдвигов. Во время сильных болезненных схваток артериальное давление повышается, дыхание задерживается, а затем становится учащенным, возникают тахикардия, гиперемии лица. В крови повышается содержание катехоламинов, гликогена, глюкокортикоидов, калия. В тканях накапливается гистамин и недоокисленные продукты обмена. Сильная боль утомляет роженицу, ослабляет ее родовую деятельность, вызывает асфиксию плода. Ощущение и интерпретация боли в значительной степени определяется исходным состоянием коры головного мозга. Условно-рефлекторные корковые связи, возникшие у женщины на основе сведений из литературы и разговоров окружающих о родах, как о тяжелых страданиях, могут значительно повысить болевую чувствительность. Негативные отношения мужа и семьи к появлению ребенка также значительно усиливают восприятие родовой боли. Болевой очаг раздражения становится доминантным, усиливая неблагоприятное воздействие боли. Положительные эмоции во время беременности, внимательные отношения мужа, напротив, снижают болезненные ощущения схваток. Род и процесс физиологический. Я понимаю, но все-таки очень боюсь. Не волнуйте. Мы будем наблюдать за вами во время беременности. Мы научим вас, как себя вести, диете. А могу я заниматься физкультурой? Обязательно. Мы вас научим специальному комплексу упражнений. А когда вы получите дородовый отпуск, вы пройдете курс психопрофилактической подготовки к родам. В 32 недели беременности женщина приходит получать дородовой отпуск. С сегодняшнего дня вы получаете дородовый отпуск и будете посещать женскую консультацию в школу материнства. В школе материнства мы вам расскажем о строении женских половых органов, о течении родов и научим вас методам обезболивания. Вы занимаетесь физкультурой у нас в женской консультации? Физические упражнения, как элемент общей подготовки, рассчитаны на укрепление здоровья, а также на специальную подготовку тех групп мышц, которые особо необходимы в родах. Ультрафиолетовые облучения и световоздушные ванны направлены на укрепление общего здоровья, а также на подготовку молочных желез к лактации. Тема нашего сегодняшнего занятия анатомическое строение женских половых органов и изменения, происходящие в организме в связи с беременностью. Внутренние половые органы состоят из матки, которая включает тело и шейку, трубы... Многих женщин пугает неизвестность и таинственность родового акта. Волнуются они и за исход родов. Как правило, их опасения не имеют под собой реальной почвы и исчезают в процессе психопрофилактической подготовки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Разберем приемы обезболивания в родах. На таблице показываю... Ритмичное поглаживание нижней части живота по направлению атлона к наружу и вверх, Поглаживание в области крестца раздражают кожные метамеры матки, так называемые зоны геда. Все приемы обезболивания должны сочетаться с глубоким дыханием женщины, так как оно улучшает маточно-плацентарное кровообращение и оксигенацию плода. Прижатие точек в области внутренней поверхности передней верхних остей и наружных углов крестцового ромба раздражают нервы, отражающие болевую чувствительность матки. Эти приемы отвлекают роженицу и снижают болезненное восприятие схватки. На нашем последнем занятии мы повторим и закрепим полученные навыки, а также повторим с вами поведение женщины. Спокойный и уверенный голос врача, осведомленность женщин о том, что их ожидает в родах, освоение приемов обезболивания придает им уверенность в благополучном исходе берега. Профилактическая подготовка снижает остроту восприятия болевых импульсов от матки, подавляет страх и воспитывает положительные эмоции. Образуется положительная родовая доминанта. Пораженица, прошедшая физио-психопрофилактическую подготовку, хорошо контактирует с медицинским персоналом, спокойно ведет себя в родах. Применение комплекса приемов, освоенных в женской консультации, способствует закреплению выработанных рефлексов и угошению прежних представлений о родах, как о бакте, связанном с тяжелыми страданиями. При восприятии схваток как болезненных ощущений необходимо прибегнуть к медикаментозной анальгезии. Раскрытие маточного зева на 4-8 см нередко сопровождается ослаблением функциональной активности коры головного мозга, что приводит к болезненным схваткам и может рассматриваться как показание к медикаментозной анальгезии. Учитывая, что в родах проводится психопрофилактика, а также вводятся не только анальгетики, но и анестетики, спазмолитики, седативные и антигистаминные средства, правильнее считать, что проводится не просто обезболивание, а анестезиологическое пособие. Используемые при этом медикаменты и способы анальгезии должны снижать боль, не оказывая неблагоприятного действия на роженец и плод и не подавляя родовую деятельность. Вопрос о методе анестезиологического пособия всегда решается индивидуально. Вот, например, в первом периоде родов находится повторно родящая женщина. Роды протекают нормально, и вначале она применяет приемы психопрофилактики. Но вот схватки становятся чаще, болевые ощущения сильнее. Однако лишь после выяснения состояния родовых путей можно начать медикаментозное обезболивание. Шейка сглажена. Открытие маточного зева 4 сантиметра. Имеются условия для начала анальгезии. Здесь целесообразно применить наиболее распространенный метод сочетания анальгетика с антигистаминным препаратом. Например, можно воспользоваться промедолом и пипольфеном. Промедол, синтетический анальгетик с выраженным седативным и спазмолитическим действием. Применяется по 20-30 миллиграммов. Пипольфен, активный антигистаминный препарат, обладающий седативным эффектом и потенцирующий действия анальгетиков. Применяется по 50 миллиграммов в одном шприце с промедолом. Смесь вводится не позднее, чем за 2 часа до родоразрешения, чтобы избежать возможной дыхательной депрессии у новорожденного. Схватки становятся почти безболезненными. Девочка рождается здоровая. Роды не оставили у женщины тягостного впечатления. В предродовой находится другая роженица. У нее установлены переношенная беременность и крупный плод. Открытие маточного зева 6 сантиметров. Женщина находится в первом периоде родов. При запоздалых и преждевременных родах целесообразно использовать оксибутират натрия с примедикацией анальгетиками с антигистаминными препаратами. Гомк повышает устойчивость организма по гипоксии, оказывает седативное действие и не угнетает родовую деятельность. 10 миллилитров 20% раствора, 2 грамма, вводится медленно внутривенно через 10-15 минут после промедикации. Можно применить гомк в свечах по 4-5 граммов. Учитывая особую ранимость плода при родоразрешении, необходимо произвести профилактику асфиксии, введя 40 миллиграммов сегетина в 40% растворе глюкозы. При данном методе анестезии необходимо тщательно следить за уровнем артериального давления, так как оно имеет тенденцию к повышению. А вот поступила первобеременная, не прошедшая физио-психопрофилактическую подготовку. Установлено начало первого периода родов. Артериальное давление нормальное. В такой ситуации для получения седативного эффекта можно использовать седуксен, относящийся к группе аторактиков. 2 миллилитра полпроцентного раствора, 10 миллиграммов, вводят внутримышечно. Можно ввести его и внутривенно в растворе глюкозы. Целесообразно ввести апрофен и ножпу. Они оказывают спазмолитическое действие на шейку матки. И кроме того, апрофен повышает сократительную деятельность матки. Схватки у беременной частые, но поведение стало спокойным. При открытии маточного зева на 4 сантиметра и больше можно ввести смесь из 20 миллиграммов димедрола и 20 миллиграммов промедола в растворе глюкозы. Сочетание аторактика седуксена с центральным анальгетиком промедолом получило название аторальгезии. У этой роженицы рода начались с 2 часов ночи. Она не спала, утомлена. Схватки стали реже и несколько ослабли. Открытие маточного зева 5 сантиметров. Прежде чем решать вопрос о необходимости рода стимуляции, необходимо предоставить женщине отдых. Решено сделать это с помощью стероидной анестезии. Виадрил оказывает выраженное анестетическое действие, приводящее ко сну в течение 2-3 часов. 500 миллиграммов виадрила Г разводят в 10 миллилитрах четвертьпроцентного растворного каина и вводят внутривенно быстро. Для получения анальгетического эффекта необходима примедикация промедолом с димедролом. Виадрил расслабляет поперечно-полосатую мускулатуру, но обеспечивает хорошую сократительную деятельность матки и быстрое раскрытие маточного зева. При стероидной анестезии необходимо следить за состоянием роженицы во время сна. Схватки продолжаются и усиливаются. Сердцебиение плода не меняется. К началу поток роженица просыпается. Рождается ребенок без признаков дыхательной депрессии. Это роженица в конце первого периода родов. Сократительная деятельность матки, которую регистрируют утерографом, хорошая. Открытие маточного зева 8 сантиметров. В конце первого, в начале второго периода родов вводить анальгитики инъекционным путем нежелательно, так как концентрация их к моменту рождения ребенка может остаться высокой и вызвать у него дыхательную депрессию. Тут более целесообразно применять ингаляционную аутанальгезию. Наиболее распространенной является ингаляция закиси азота с кислородом с помощью аппаратов НАП-60 или Афтонаркон. На дозиметре указана концентрация кислорода. Подача закиси азота ограничена 75%. Концентрацию можно менять индивидуально для каждой роженицы. А вот еще одна женщина в конце первого периода родов. Роженица пытается тужиться, но преждевременные потуги утомят ее и могут вызвать нарушение плацентарного кровообращения. Обезболивание следует произвести ингаляционным способом. Кроме закиси азота можно воспользоваться пентраном или триленом. Пентран в концентрации 5,8 объемных процента обеспечивает хорошую анальгезию. Применяется простой газовоздушный ингалятор ТВИЛАН, которым женщина пользуется лишь во время схватки. Газ быстро элиминируют из организма после прекращения аудональгезии. Пентран также можно применять через ручной испаритель анальгезер. После необходимой концентрации анестетика роженица засыпает и аппарат теряет герметизацию. В родильный дом поступило повторно родящее с доношенной беременностью. За время беременности прибавка в весе 18 килограммов. Белок в моче 0,12 промилле. Артериальное давление 160,95. Схватки частые и болезненные. Сердцебиение плода ясное, ритмичное. Диагноз. Беременность 39-40 недель. Нефропатия. При нефропатии анестезиологическое пособие должно обеспечить хорошую анальгезию и снижение артериального давления. Эти требования может удовлетворить длительная передуральная анестезия. Для передуральной анестезии применяется 2,5% раствор тримеканина. При создании лимонной корочки для проведения основной иглы проверяется индивидуальная чувствительность к анестетику. Игла с мандреном вводится в передуральное пространство между вторым и третьим поясничными позвонками, срезом в ту сторону, куда следует направить катетер. Мандрен извлекается. При пробном введении 2-3 мл раствора не должно ощущаться сопротивление. Введенный катетер направлен по передуральному пространству вверх, так как обезболивание производится в первом периоде родов. Вводят в первую дозу 10 мл 2,5% раствора тримеканина. Игла извлекается. Катетер хорошо фиксируется к коже лифузолем, а дистальный конец его прикрепляется в области ключицы. Действие введенного анестетика продолжается 40-50 минут. Роженицы переводят в палату интенсивной терапии и тщательно следят за уровнем артериального давления, так как оно должно снижаться. При возникновении боли раствор можно вводить повторно до 8-10 раз. Перидуральная анестезия является одним из успешных методов анестезиологического пособия при нефропатии. Могут быть использованы также стероидная анестезия и нейролептанальгезия с заменой анальгетика фентанила на промедол. Обстановка в предродовой и поведение женщин, рожающих рядом, оказывают большое влияние на восприятие схваток. Роженица, которая до этого лежала спокойно, вдруг начала болезненно реагировать на схватки. Открытие маточного зева, а также частота и интенсивность схваток еще недостаточно для того, чтобы начать медикаментозную анестезию. Беспокойное поведение соседки по кровати вызвало неадекватную реакцию на начинающуюся родовую деятельность. Разумно в этом случае применить электроанальгезию, которая увеличивает функциональную активность скоры головного мозга, повышает порог болевой чувствительности и в то же время обеспечивает небольшую анальгезию. При необходимости электроанальгезию можно сочетать с медикаментозным обезболиванием и применением спазмолитиков. При лекарственной непереносимости к отдельным препаратам анестезиологическое пособие должно по возможности не включать в себя медикаменты. С помощью аппарата Порте Куст регистрируется сократительная деятельность матки и сердцебиение плода. Как только устанавливается регулярная родовая деятельность и схватки становятся болезненными, можно применить абдоминальную декомпрессию. Абдоминальная декомпрессия обеспечивает анальгезию, не снижая родовой деятельности и не оказывая неблагоприятного влияния на состояние плода. Постепенно создается вакуум до 500 мм водного столба, что уменьшает сопротивление брюшной стенки и сокращающейся матки во время схватки. Но вот появилось чувство давления на прямую кишку. Головка опустилась в полость малого таза. Аппарат необходимо снять, чтобы обеспечить роженице возможность тужиться. Потуги эффективные и безболезненные. Родилась здоровая девочка с оценкой по шкале Абгар 10 баллов. В заключении необходимо отметить, что вопрос о выборе метода анестезиологического пособия для каждой роженицы должен обсуждаться анестезиологом совместно с акушером. Их тесное сотрудничество и тщательное наблюдение за женщиной будет способствовать физиологическому течению родов, рождению здорового ребенка и сохранению у женщины счастья материнства, не омраченного страданиями в родах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова